В Рио Рязанского губернатора Николай Любимов посетил музей-заповедник Сергея Есенина. Первым делом политик возложил цветы к памятнику поэту и подержался за его палец. Согласно примете, это поможет исполнить загаданное желание. И это, вероятно, принесло свои плоды. Ведь 2020 год может быть объявлен годом Сергея Есенина. Дата выбрана не случайно. Пройдет 125 лет со дня его рождения. Хоть поэт и прославленный рязанец, мы решили узнать, какой отпечаток он оставил в сердцах наших горожан. Вы знаете, кто такой Сергей Есенин? Конечно. Кто это? Это великий русский писатель и поэт, который родился в городе Рязани, в село Константиново. Белая береза под моим окном распустилась снегом, точным серебром. И стоит береза в солнечной листве. Конечно, поэт рязанский, замечательный поэт. Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь качаясь под метилю белое. Это великий русский поэт, урожайница села Константиново, Рязанский район Рязанской области. Разбуди меня завтра рано, моя терпеливая мать. Я пойду над дорожным курганом золотого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще следствия широких колес на лугу. Треплет ветер за облачной кущей золотую его дугу. Великий русский поэт серебряного века. Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь качаясь под метилей белой. Да, конечно, это наш поэт. Русский поэт. Рязанец. Не зову, не плачу, все пройдет, как с белых. Яблонь дым, увядание золотом охваченным, я не буду больше молодым. Поэт. Русский поэт. Ну как, великий российский, ну, русский поэт. Ну, наш земляк, он русский поэт считается. Письмо к женщине, Есенин, то есть вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Что, русский наш рязанский поэт. Поэт наш великий. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полавим при луне на тихую и бесшумную погоду. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней сюда случайно вдруг не заходила, она придет, даю тебе по руку. Из-за меня в нее ставить взгляд, ты за меня лезни ей нежно руку. За все, в чем был, и не был виноват.